Как избавиться от поборов в школах и детских садах? Этим вопросом задались сотрудники регионального министерства образования и науки. Избежать денежных взносов должны помочь попечительские советы, специально зарегистрированное как юридическое лицо объединения людей. Государство и наш президент Владимир Владимирович Путин, они обратили серьезное внимание на развитие гражданского общества, на развитие гражданских инициатив. И для того, чтобы сформировать правовое поле, мы должны принять эти условия. Мы должны активно двигаться в сторону регистрации таких активных гражданских объединений и предоставление им возможности работать в правовом поле, в том числе и в финансовом правовом поле. Всего на территории региона действует чуть более 20 попечительских советов. Много лет они показывают успешную практику в своих школах и детских садах. Задача совета – самостоятельно решить, на что необходимо затратить те или иные средства. Стать членом совета может каждый родитель действующего ученика, выпускника, бывший ученик или просто неравнодушный к школьным вопросам гражданин. В нашей школе поборов никаких нет. Все средства, которые мы вносим, это средства исключительно членов попечительского совета. Они собираются не со всех родителей. У нас порядка состоит 15 человек. На эти средства мы ремонтируем школу, мы устраиваем какие-то мероприятия для детей. То, что, например, мы не можем позволить за счет средств бюджета. В 2001 году одним из первых учебных учреждений, кто юридически зарегистрировал попечительский совет, стала Мариинская гимназия. А уже в 2012 коллектив стал лучшим в Приволжском федеральном округе среди попечительских советов образовательных организаций. Сегодня, уже имея такой богатый опыт, мы можем сказать, что попечительский совет – это не только инструмент для привлечения внебюджетных средств, это мощный инструмент соуправления образовательной организации, потому что попечительский совет – это одна из форм независимой оценки образовательного пространства гимназии, которая выражается со стороны родителей, со стороны сторонних наблюдателей. И в наших интересах знать эту оценку и грамотно ей управлять. Благодаря попсовету учебное учреждение участвовало в грантах и различных конференциях. А совсем недавно в школе появилось место для отдыха. Комфортные диваны и пуфы были приобретены на средства попечительского совета. Теперь школьникам есть где отдохнуть в перерывах между занятиями, поиграть или повторить домашнее задание. Когда мы пришли, мы увидели эти диваны, мы так обрадовались, потому что мы их очень ждали, потому что было тяжело стоять, например, с портфелями, ждать своего урока, а теперь можно просто сидеть и достаточно много, хватает на всех. В региональном министерстве образования уверены, данная структура позволяет прозрачно вести финансовые вопросы учебного учреждения. Если в каждой школе появится такая инициативная группа, то вопрос поборов будет закрыт. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.